Что-то вы там сделаете, какие-то упражнения или еще что-то, не знаю, что-то, и у вас там типа не будет беспокоить вожделение. Нет, это не работает. Отрешенность нужно культивировать, то есть постепенно, это день за днем, месяц за месяцем, хоть за годом, это как строится, песчин как песчиночки. Это очень кропотливый и требующий большого терпения труд. И вы постепенно поднимаетесь на определенную платформу, с которой вы уже идете дальше. Сначала у вас столько, так получается, потом так получается, потом еще больше получается. То есть там нужно подготавливаться, сразу не забронить. Это кропотливый и требующий большого терпения труд, который требует большого количества времени. Для того, чтобы утвердиться и живя в отречении, служивая просто Кришне, не испытывать каких-то беспокойств. То есть, все остальные испытывают дискомфорт и все остальные вынуждены бороться, страдать. Как в Бхагава там говорится, с шестью чувствами, одно из которых условно не вышло. Поэтому Госпожий Таня говорил, что нужно стать терпеливей дерева. Это не просто поэзия. Дерево, а для того, чтобы практиковать сознание Кришны, для того, чтобы воспевать все это имя, нужно стать терпеливей дерева. Поэтому все, что я ему посоветовал, я ему посоветовал терпеть. Терпи, говорю, брат, терпи, казак, а таман и не будешь. Это тоже говорит распочитание. Нужно практиковать. Тринада писающина, которую у вас, и терпение, мы тоже так же относимся к практике воздержания. И тогда мы можем наши чувства, наши жизни, то есть направить в русло сознания Кришны. Тогда мы можем услышать Кришне, занять себя, занять своих близких, уже не Кришне. Если мы это не культивируем, не практикуем, это будет невозможно, потому что мы будем находиться под влиянием материальной энергии. То есть майя, она будет через игрушки в руках майя. И если мы находимся под влиянием материальной энергии, то мы не сможем служить Кришне. Мы сможем, но мы будем на материальном уровне. Она говорит, но мы задействуем, мы задействуем, как сказать, в эти отношения, в служении Кришне. Но для того, чтобы их задействовать в служении Кришне и при этом прогрессировать духовно, то есть мы должны контролировать чувства. Знаете, как врага нужно сначала победить, то есть мы должны победить, вожди ли, посадить в концлаге, а потом уже занять на блага общества, этих пленных. Бхактиминут такой есть, он задействовал. Что это значит на практике, что значит победить, то есть мы должны обрести вкус к предному служению, то есть мы должны получить реализацию высших духовных истин, мы должны получить реализацию, что такое према. И тогда нас вожделение не будет привлекать. То есть нам не будет это интересно, нам не будет это вкусно. И мы будем это просто использовать для того, чтобы детей там зачинали. Это не будет нас порабощать, потому что мы наслаждаемся на другом уровне. У нас вкус кругом. Но если мы вот это не обрели, припежище называется, улутаксонстоп Кришны, и мы предаемся вожделению, то оно будет нас порабощать, и мы можем даже его использовать как Дакшан. Дакшан, а врач, мы знаем, да, он тоже использует вожделение в служении Богу, то, что у Бога есть план заселять, чтобы Вселенная была заселена. И вот есть такой праджапоти, прародитель человечества, Дакшан, который наделен таким телом, и он занимается этим служением. Он занимается им в материальном мире, и он всегда будет находиться в материальном мире, и таким образом будет служить Господа, но ни разу у него нет этой любви к Богу, и он живет на материальном уровне и наслаждается чувственными наслаждениями на материальном уровне. Хотя он тоже праджапоти, он такой полу-бог, праджапоти, это что-то, возвышенное положение, достаточно благочестивая личность. Но есть разница между чистыми пренными, которые полностью свободны от материальных привязанностей, и обладают вот этой любовью к Кришне, которая обладает обитателем Бриндама, и есть полубой, то есть материалистичные пренанные. И мы должны стремиться, конечно же. Потому что это очень ценно, эти по-настоящему не ценные вещи. Вот эти вещи, то есть мы должны ориентироваться, смотреть в своей жизни, то есть как у нас проходит, то есть к чему мы идем. Понимаете, потому что это очень сознательный процесс должен быть. То есть мы должны видеть, куда мы движемся, потому что времени, в принципе, осталось очень немного. Кому-то там 10, кому-то 15, кому-то 20, кому-то 30 лет, 40, кому-то лет, 50 лет в этой жизни. Но это все равно все очень мало, потому что не мало. И того, как мы будем вести свою жизнь, зависит потом, к чему мы придем в конце жизни. Что мы сможем обрести? Это все сознательно. То есть мы должны сознавать, что происходит вообще. Куда мы... Хорошо, я не там остановлюсь. Может быть, есть вопросы? Если вопросов нет, сейчас мы следующий. Как мы в лекции? Вы говорили в лекции про большую часть, как можно ее развенуть, чтобы она была бы сильной. Ну, это решучесть, она залежит от... Я сказал, что без разумения, что по-другому невозможно. Вот это вот очень важно понять. Я говорю, что по-другому невозможно, что все равно рано или поздно надо будет отрекаться, чувствовать наслаждение. Вот это понимание помогает набраться решимости и в то же время культивирование садхана. То есть мы должны делать садхану. То есть это очень важно. А гуны должны утвердиться в садхануне. То есть она преобладала. Потому что садхануна она дает силу и решимость. То есть порядок. Солдат. Чем, очевидно, отличается солдат? Потому что у него есть решимость. Откуда она берется? Потому что у него есть дисциплина. Он следует определенной дисциплине. И вот эта дисциплина, она его мундштрак. Зачем она нужна? Она формирует характер, который позволяет быть решительным. И поэтому у нас это садхан нашего пропады. То есть вначале процесс, кишинный процесс. Если мы следуем, культивируем хорошо, то есть у нас садхана, если у нас ранний подъем, если у нас хорошая жапа, мы внимательно, громко повторяем, слушаем. То есть мы оттуда берем эту силу и решимость. Решимость она с пониманием берется, да? Но чтобы решимость поддерживать, нужна сила. То есть я могу быть там решительным. Мне там в лоб моя даст, и я думаю, что решимость она через 5-10 раз куда-то потеряется. Но если мы начинаем чувствовать, что мы, у нас что-то получается, смотрите, вот, следовали регулирующим принципам. Получалось, что могли, ну потом съехали еще. Ну, можем же, да? Можно еще пробовать, понимаете? То есть если у нас немножко что-то получается на этом пути, мы не должны расстраиваться, психовать, оставлять, бросать, когда мы съезжаем, когда мы отступаем немножко. Мы должны понимать, что вот это вот как бы соскальзывание с этой руки это часть процесса. Это потому, что у нас была решимость, но она еще недостаточно глубокая. И поэтому мы как бы либеральность такая, как бы либеральность. И нам нужно накопить, накопить вот это вот, ну пока до нас должно дойти, дойти, что с Майей невозможно договориться, вот как с Путиным, невозможно договориться, его только победить надо, понимаете? точно так же здесь. То есть в Майей невозможно договориться, и как-то компромисс какой-то, понимаете, там заключить какой-то. Если мы, если мы начнем договариваться, то есть в Майе, она, короче, она нас все равно обманет, и она нас все равно заставит страдать. Пока мы не начнем со всей решимостью искать приближище у Кришны. Пока мы сменить вот это вот, вот это вот, Поэтому, как здесь говорит, что в Абрупад, невозможно сразу оставить вот эти привычки, привязанности, наслаждаться в материальном мире, на материальном уровне. Поэтому нам нужно все равно вот этот путь идет два шага вперед, шаг назад, и так вот, три, шага вперед, и так вот, мы начинаем это чувствовать, у нас сознание возвышается, когда мы практикуем, и мы начинаем более болезненно, более болезненно. Чем больше, чем больше мы развиваем саттвы, тем более болезненно мы, воспринимаем вот это вот последствия чувственного наслаждения. То есть, более больно нам это становится, более больно. Вот, и через боль у нас начинает прогрессившимость. с утра мы таким, да не, все, короче, за Рюкришна. Все, на один раз, уже так раз, на два года нас хватает, или там, ну, как бы, так вот, джинь-джик, джинь-джик, и потом, нормально, выравнивается. И это может быть у обоих, и у мужа, и у жены, она тоже, все души, как бы, да, и тоже испытывают то же самое, одинаково. И так постепенно преданные подходят нам к 45-50 годам, и уже, как бы, живут полностью на духовном уровне, то есть, как в Анапрасхе, уже не пытаются наслаждаться общением на материальном уровне, то есть, оставляют. Это, Бахтинута Курга, то есть, и полностью посвящают свою жизнь, уже, как бы, Кришне, то есть, праведом служении. Вот. Бахтинута Курга, что-то наиболее, такая, по-русски, preferable, благоприятная, предпочтительная, да, предпочтительная ситуация в колью в Анапрасхе, когда все семейные пары, они вместе живут, но они живут чисто сознанием Кришне, то есть, не наслаждаются на материальном уровне. Постепенно у нас этот разум будет приходить. Вот это, решимость, она набирается из общения с человекопадой, он все время там будет, он же, вот книги, смотрите, вот если мы читаем, он же все время повторяет, да, одно и то же. Нет, там человек жаловался, ну, я не могу уже читать, я уже знаю, что будет в следующем предложении написано. это уже одно и то же, одно и то же, но это надо читать, мы должны это читать, потому что оно повторяется одно и то же, чтобы до нас дошло, в смысле, что не доходит, то есть, что значит не доходит, что мы не можем жить так, как написано, мы согласны, да, это правильно, а жить не можем, поэтому мы должны все время слушать, слушать, культивировать знания, общаться, и одновременно с этим, когда мы будем оступаться, будем испытывать боль, и все это будет укреплять наш разум и будет укреплять нашу решимость. Поэтому, когда мы чувствуем эту боль, страдания, то мы не должны, мы будем чувствовать, конечно, разочарование, там, раскаяние и так далее, нормально, но мы не должны психовать и оставлять процесс и что-то менять. Нет, нормально. Группа, Газа, мы должны еще с большей решимостью, когда мы спотыкаемся, мы должны еще с большей решимостью продолжать процесс пленного служения. И так, постепенно мы выйдем на трансцендентный уровень. То есть, так это происходит. То есть, мы не должны психовать, понимая, что вот эти вот все вещи, эти все трудности, эта вся боль, она, это часть процесса. Часть процесса. И Кришна, и Майя, они все нас учат. И Гуру, и Майя, то есть, они учат нас, чтобы мы предались Кришне. и Майя, чтобы мысли, реально, действительно, Сила Прокупал был очень могущественным, и Деоконечка тоже. Потому что, его слово, и то, что он повторяется, знаешь, он много раз повторяется, мне тоже. Были несколько случаев, когда он проявлял свои мистические способности, когда его раз обманул, кто-то хотел его обмануть, и этот человек долго не прожил. В Туанишвари он лоткнул палку, сказал, что будет храм, я вкладываю всю силу эти слова, и храм огромный, и тому же, я там ел вам, и говорят очень сложно. В Москве он тоже приехал в 71 году, он сказал, что через 20 лет развалится Союз. То есть, к чему да, явно, если он написал, это как заговорные книги, они непростые, то есть он в комментариях конкретно вложил туда и любовь, и какую-то аммистику. Если ты вкладываешь сердце в это, тем более Кришну мы получить не можем, только вообще не поэтому эту организацию так быстро создалась, потому что ключ к этому это общение с преданными и один милостивый взгляд цветов. И вот эту милость можно так получить. Сила, сила Шилапрупаду была. Да, он серьезный, и он непростой человек был, а это ближайший спутник, так что и держался за его стопы, и он говорил, что он всех частью. У нас должно быть это, то есть мы должны так вот чувствовать, у нас это, как сказать, в нашем движении, это провозглашенная, громко провозглашенная истина, что Шилапрупад является Шилапрупаду для всех участников движения сознания Кришны, для всех первых. И мы это слышим, но очень важно достичь этого уровня в духовной жизни, чтобы мы не просто слышали, а чтобы мы так чувствовали. То есть получить вот эту связь с Шилапрупадой очень важная, и она как бы достигается, то есть эта связь, мы можем ее почувствовать, если мы будем регулярно с ним общаться через чтение его книг и через слушание его лекций. И служение, конечно, ну то есть очень важно слушать Шилапрупаду. То есть мы должны получить вот этот опыт, вот это чувство, ощущение, что он наш Шикша Гору, то есть эта Шикша, она первична. Я знаю, Бхактивой Баума, хорошему своим ученикам, говорил, что мои лекции вообще не слушайте, слушайте лекции Шилапрупады. Прямо такое наставление. То есть если у вас есть выбор, да, у вас есть время, вы хотите послушать какие-то лекции, и еще кого-то не слушайте, то есть слушайте лекции Шилапрупады. А так святые многие говорят, мне у учеников брать не надо, я не могу, я не могу, я не знаю, квалификации, но мне мой Гуру Махарар сказал брать, а так ведь я бы не брал, я возьму. Хорошо, все, больше вопросов нет. Ну давайте, что-нибудь, что я хотел, я помню, хотел что-то рассказать. Ну мы как преданные, мы можем видеть это как милость, но другим лучше не говорить. В любом случае, всё, что происходит, всё к лучшему, просто не все это видят, не все это понимают. Сейчас, потому что золотой век уже, какая была, 80 какая-то там хавропонима, это уже 580 с чем-то лет, как, то есть это золотое вкрапление, Сатяюа, оно началось с явлением Господа Чиртана, вот уже 580 какая-то там была хавропонима в этом году. Потому что это 187 лет, как идет золотой век, он набирает силу, он не сразу, вот, и он будет увеличиваться, увеличиваться, поэтому то, что сейчас происходит, какие-то процессы, они, конечно же, не без контроля Господа, то есть они под контролем, то есть это не просто какая-то кармическая отработка. Тут осуществляется еще какой-то замысел, помысел Господа по защите преданных и по уничтожению демонов. Полубоги, полубоги стоят в очереди, там, чтобы рождаться сейчас на земле, вот, а тут, короче, демонов в куче, поэтому надо немножко почистить, полубоги не хотят рождаться там, где, там, где много демонов, да? Ага. 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 Ага.